да допустим говорят люди андрей андреевич андрей андрей что вы можете сказать там вот там почему человек болеет допустим можете ли как-то это объяснить что это такое дело в том что вот допустим смотрите вы живете в семье и начинаете злиться на ребенка смотрите когда человек злится на другого человека что он гипотетически от него хочет иногда хочет ли он этого человека ударить вот очень часто допустим вот сегодня ехал я на машине и за рулем был мой водитель и водитель как-то неправильно там ну как-то кто-то его там подрезал и так далее и вот он говорит мне он говорит а вот взять бы и наказать этого человека я ему говорю слушай а ты бы как хотел наказать он говорит в морбу в морду бы ему дал в морду бы дал ему и заставил бы ездить правильно что он вот так вот нарушает побил бы его я ему говорю то есть ты считаешь что ты бы получил удовольствие от его боли правильно он говорит да я бы зачем бы ты его бил что такое бить другого человека это испытывает наслаждение от того что кому-то больно согласен с этим он гридают андреевич очень правильно говорит вы мне это говорите мне даже приятно видишь а теперь посмотрите любое проявление агрессии когда человек допустим говорит козел дурак матом ругается когда человек говорит там там ну ты урод там и так далее или когда вы идете толкнули кого-либо когда вы там кому-то что-то сказали плохое когда вот сделали поступок который расстроил людей и так далее то вы становитесь должниками потому что те люди которые вам желают зла они желают вашей боли и потом у вас развиваются заболевания которые приводят тому что эта боль появляется у вас представляете и вы эту боль испытывая как бы выплачиваете тем кто от вас этой боли хотел да вот так но здесь еще такой нюанс мне могут сказать допустим такие слова андрей андреевич а как же правители допустим есть такие правители руководители целых стран которые запросто убивают людей которые запросто отправляют кого-то на войну и так далее в этом всем нам поможет библия когда вы открываете библию в очень часто читаете в библии о жертвоприношениях и вот эти жертвоприношения это настоящие религиозные обряды которые помогают избавиться чужой кровью за ту кровь которую желает от вас и часто очень те люди которые находятся в правительстве является руководителями или участвуют в обрядах и эти обряды которые связаны с жертвоприношениями да это самые настоящие жертвоприношения крови то есть называют этих людей которых с которыми проводят эти обряды они могут быть и без крови то есть это там расчленение животных выпускание крови с посвящением пусть те кто хотел от меня крови получат эту кровь там пусть и хоть кто хочет от меня боли получат эту боль да это все жестко но это зато честно и здесь такой вариант знаете если вы не являетесь как бы или это все может быть завуалированы эзотерические то есть это может быть там допустим с использованием элементов религии помните слова берите тело моё пейте кровь мою а что это еще такое то сделается так обращаются к религиозному руководителю религиозный руководитель молится за человека которому который сделал много гадостей и плохих поступков и люди со всего мира допустим хотят у этого человека его крови его боли и этот человек который религиозный деятель он начинает проводить обряд такой и говорит во время проведения этого обряда пусть вся боль иисуса христа и пусть вся боль тех людей которые шли за иисусом христом всех и дальше перечисляет там таких святых таких святых и таких святых пусть эта боль вся уйдет и будет выкупом этого человека тем людям которые вот хотят от него боли пусть вот эти святые этой болью выкупят потому что этой боли было много их жизнь их святость было не бессмысленным не бессмысленным занятиями и эти жизни были на самом деле необходимы они это знали это эволюционно необходимо было таким образом как бы происходит выкупание этого человека именно поэтому люди которые имеют высшую верховную исполнительную власть они очень часто дружат с такими людьми которые могут проводить вот такие или реальные обряды реальные религиозные обряды для обычных людей это обычная тайна но это как бы мы рассматриваем с позиции христианской религии и множественности толкований и множественности объяснений произведения обрядов которые есть в христианской религии описаны они в библии